Губернатор Краснодарского края во время селекторного совещания с регионами, которое провел помощник президента Игорь Левитин, предложил оставлять за государством только те объекты, которые требуются для исполнения его функции. Остальное может быть приватизировано, чтобы работать на экономику регионов. Сегодня мы видим, что имущества много и на федеральном уровне, и на уровне субъектов очень много, а результата мало. И налогов с этого имущества никаких, и в целом дивидендов мы никаких не получаем. Как собака на сене сидим на этом имуществе, и каждое министерство, ведомство субъектовое, региональное, считает своим основным долгом его просто сохранить. И то, что он увешает с каждым годом, это как бы мало кого волнует. Вот здесь должны быть, я считаю, в процессе своего выступления обозначены четкие рамки, какое имущество должно оставаться в государственной собственности, федеральным или субъектовым, и в каких случаях должна быть четкая, конкретная, посекательная дата его приватизации. Глава Кубани также предложил создать единый портал, где бы размещалась вся информация о госимуществе, которое не используется. Это позволит готовить приватизацию таких объектов с учетом мнения потенциальных владельцев, оставивших на ресурсе соответствующую заявку. То есть не только после того, когда мы объявили торги и оно выступилось, а в целом сделать реестр публичным для бизнеса, где он бы уже понимал, что для него интересно. И может быть даже бы формировать план приватизации на основании заявок самого бизнеса, где нам можно намного раньше найти потенциального приобретателя этого имущества и, конечно, максимально уже разгрузить собственную казну, грубо говоря, и пустить это имущество в оборот. В пример неэффективного использования Кондратьев привел земельные участки Федерального агентства научных организаций, выделенные подселекционные работы, но простаивающие без дела. Похожие ситуации с объектами Минобороны, например, военные городки. Часть инфраструктуры передана в муниципальную собственность, а вот земля под ними остается в федеральном видении, что мешает эффективно использовать все имущество. Чтобы оно не висело мертвым грузом, губернатор предложил передавать подобные участки в собственность регионов. Елена Австецова, телекомпания ФКТ.